Специальный проект новостей универсиада 2019, какой он соперник Красноярска, подходит к концу. Сегодня мы подведем итог путешествия нашей съемочной группы в Швейцарию. Мои коллеги, журналист Ирина Алиева и оператор Александр Ермошенко выясняли, чем живет единственный конкурент Краевого Центра в проведении Всемирных Студенческих Игр. Спонсор проекта УАО «Банк Москвы». Столица Кантона Валия – это городок Сьон, где мы сейчас находимся. Население всего 27 тысяч человек. Но город этот известен по-другому. Он трижды претендовал на проведение Зимних Олимпийских Игр в 1976, 2002 и 2006 году. Но Международный Олимпийский Комитет ни разу не отдал ему предпочтения. И вот теперь Кантон Валий, как известно, претендует на проведение Всемирных Студенческих Игр в 2019 году. Делегация из Красноярска пробыла здесь, в Швейцарии, несколько дней. Мы объехали несколько спортивных объектов и увидели, что есть у красноярского соперника. Разведка прошла удачно. Мы выяснили, что у Кантона Валий есть сильные стороны. Это горнолыжные курорты, на которых уже сейчас проходят различные соревнования. Но добираться до них очень долго. А это существенный минус в борьбе за универсиаду. В офису есть определенные требования, нормативы. Когда мы заполняем досье, мы отвечаем, например, на вопрос, сколько по времени занимает поездка от места проживания атлетов, то есть от деревни-универсиады до стадионов и то же самое от гостиниц до мест проведения мероприятий. Соответственно, по требованиям ФИСУ этот отрезок должен быть не больше 40 минут. Что касается спортивных объектов, они высокого уровня. Там уже проводят чемпионаты мира и этапы Кубка мира. Это плюс. У швейцарской стороны есть опыт проведения больших спортивных состязаний. Надеемся на то, что наши спортивные судьи, спортивные организаторы получат большой опыт при проведении и уже получили опыт при проведении универсиады в Казани и при проведении Олимпиады в Сочи. И тогда, я думаю, что мы конкурентоспособны и надеюсь на то, что универсиада состоится в Красноярске. Что касается такого показателя, как студенчество, то здесь Красноярск лидирует. В Сьюни нет ни одного университета, где бы училась молодежь. В Красноярске же порядка 10 вузов. И уже есть деревня универсиады. Это студенческие общежития СФУ, в которых во время игры будут жить спортсмены. Есть еще один важный момент. При выборе места проведения универсиады учитывается мнение жителей. Знают ли они вообще об этом, что Кантон Валек кандидат? Наш опрос показал, не знают, это минус. Хотя они не против проведения игр. Очень здорово, если будут проводиться такие мероприятия. Это улучшает экономические показатели, привлекает туристов, заставляет бизнесменов и предпринимателей развиваться. Это очень хорошая мотивация для людей учиться и заниматься спортом. Хорошая идея. Хорошая. Почему? Потому что не знаю, что сказать по-русски. Но это хорошее. Мне кажется, всегда надо давать шанс другим странам развиваться и иметь такую возможность проведения не только в такой стране, как Швейцария, потому что у нас проводится чемпионат мира. Поэтому не обязательно проводить такие мероприятия здесь. В Сибири холодно. Это тот регион, в который я бы хотел приехать. Но я там никогда не был. Сибирь – регион, о котором должны знать больше. Сибирь – это не только морозы, но и красивая природа, города-миллионники и отзывчивые люди. Об этом должны знать больше людей, считают организаторы поездки в Швейцарию. А универсиада – как раз способ заявить о себе миру. Поддержка физической культуры и спорта является существенным, серьезным направлением в социальной политике банка. А поддержка детского и юношеского спорта является еще и вкладом в будущее нашей страны. Событие такого уровня, как универсиада, разумеется, дает достаточно мощный толчок, импульс развитию социально-экономического положения, уровня территории, где она проводится. Поэтому наш банк с большим энтузиазмом воспринял идею проведения универсиады в городе Красноярске. Досье Красноярска почти в 200 страниц представят в штаб-квартиру Международной Федерации Студенческого Спорта уже 14 сентября. В документе полное описание города. Такое же досье подготовит и Кантон-Вале. Сравнивать Кантон-Вале и Красноярск сложно. Они очень разные. Кто из них станет столицей универсиада в 2019 году, будет режать Международная Федерация Студенческого Спорта. О их решении мы узнаем 9 ноября. Ирина Алиева, Александр Ермошенко. Новости. Новости.